Цыганка сняла с жительницы Личевска порчу вместе с золотыми украшениями. Елена возвращалась с пляжа и на скамейке своего дома увидела молодую цыганку. Девушка была в положении и просила денег на хлеб. Елена решила помочь будущей маме и дала ей 50 гривен. А далее все пошло как по накатанной программе. Юная гадалка сообщила, что на семье Елены сильная порча. Опасность угрожает ее сыну. Затем в беседе присоединилась еще одна цыганка. А дальше Елена помнит все очень смутно. Вырвала у меня волосы из головы, маленький пучок. И сказала, что она мне поможет, что у меня порча. И что она тем самым поможет мне избавиться от нее. Когда я уже очнулась в таком состоянии, я уже поняла, что на мне ничего нет. И я стала плакать и простить ее, чтобы она мне вернула золото и все. Но что она мне ответила, что это я как бы оплатила за то, что она с меня сняла эту порчу. По легенде цыганок, золотые украшения стоимостью около 10 тысяч гривен испарились. И вернутся они к хозяйке ровно в полночь. Не дожидаясь времени, чежительница Ильичевска заявила в милицию. На поиске злоумышленниц был ориентирован весь личный состав Ильичевского городского отделения милиции. Задержать сгадалок удалось даже раньше полуночи, около 10 вечера. У задержанной жительницы Измаила правоохранители изъяли исчезнувшие золотые украшения. Не помню. Была в состоянии алкоголя. Алкогольное обвинение, да? Да. Часто пьешь или как-то? Нет, вчера было мой день рождения. И вы пьете. Где потерпевший? Я узнал двоих из них, которые подходили, гадали. При них были изъяты золотые изделия, которые исчезли у потерпевших. На сегодняшний день все зарегистрировано в ЕРДР. Криминальное проважение порушено. В ближайшее время ждет суд. И за данное наказание они получат до трех лет тюрьмы. Алистория. Алисторий. Алистория. Алистория. Продолжение следует...